Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы вместе с вами будем открывать Sephora Box. Это у меня Sephora Box номер 23, которая называется Back to School. Стоимость данного бокса составляет 1390 рублей. И давайте с вами вместе открывать коробочку. Самым первым лежит буклетик со всем, что находится у нас в коробочке. И вот так вот выглядит сама коробочка. Из бокса я сразу же выложила миниатюрочки туалетной воды, потому что я их не особенно люблю. Но сейчас вам быстренько покажу. Также, кстати, забыла сказать, что у нас на буклетике есть промокод SBOX40, который дает 40% скидку до конца октября на все средства от бренда GlamGlow. И теперь давайте переходить уже к самому интересному. Здесь у нас лежит вот такой вот смягчающий тоник от бренда Lancaster. Надеюсь, что правильно произнесла. Это смягчающий тоник для всех типов кожи лица, который стоит 2100 рублей за 400 мл. Также у нас здесь лежит миниатюрочка маски. от бренда GlamGlow. Вот так выглядит сама масочка. И это фиолетовая маска, которая должна повышать упругость кожи. У нас здесь миниатюрочка. Я уже пробовала эту маску. И она очень классная. Она серебристого цвета. И она просто безумно приятно пахнет пиноколадой. Дальше у нас здесь лежит вот такой вот праймер. Это праймер от бренда Too Faced, который называется Hangover, то есть похмелье, иными словами. И этот праймер стоит 2500 рублей за 40 мл, то есть за полноразмерную версию. Дальше у нас здесь лежит карандашик от Mark Jacobs. Вот так вот выглядит сам карандашик. Я очень хотела его попробовать, потому что его хвалят просто все блогеры. И, наконец-то, у меня есть такая возможность. И давайте попробуем его на руке. Очень пластичный. Могу сказать, что он очень мягкий. У него, знаете, текстура, как у пластилина. Он ощущается просто невероятно мягко. И я думаю, что он будет просто отлично держаться на слизистой и также тушеваться. Дальше здесь лежат два вот таких вот кремика. Это два крема от бренда тоже Lancaster. Один из них, вот этот, это крем для лица, а вот этот вот, это крем для кожи вокруг глаз. И, кстати, ребят, буквально минуту спустя, после того, как я попробовала вот этот вот крем от Lancaster на руке, у меня все же на руке образовалась небольшая липкость. Поэтому пока что лично для меня данный дневной крем является довольно-таки сомнительным. Дальше у нас лежит вот такое вот средство от бренда Makeup Forever. И это у нас пробничек нового тонального средства, которое называется Reboot. Написано, что это увлажняющий и выравнивающий тональный флюид с активным уходом против признаков усталости. Вот так выглядит это тональное средство. У нас здесь его на самом деле довольно-таки много. Здесь 5 мл и оттенок это 245. Я уже успела увидеть это тональное средство у Вики Ковки The Cat. Она сделала на него небольшой такой обзорчик вместе с другими средствами. И там она сказала, что это средство, по идее, должно быть с ухаживающими компонентами. И оно должно придавать лицу такой эффект выспавшейся кожи. Выспавшейся и отдохнувшей. Давайте с вами посмотрим на оттеночек. Этот 245. И вот такой вот он. Мне кажется, он для меня чуть-чуть темноват и желтоват. И, скорее всего, вместе с ним мне придется использовать какие-нибудь осветляющие кабельки. Дальше у нас тут лежит помада от бренда Sephora. Это помада из линейки Rouge Satin. И стоит она 690 рублей за полноразмерную версию. Это оттенок 61 Lucky One. Давайте ее откроем и посмотрим на сам оттеночек. У нас здесь, конечно же, не полноразмерная помада, а только миниатюрочка. Но нам и этого хватит, потому что помад лично у меня, честно говоря, дофига. Посмотрите, очень красивый оттенок. Лично мне уже нравится, как это выглядит. И, кстати, сама упаковка тоже выглядит очень красиво. Выглядит так, как будто бы это какая-то люксовая помада. На мой взгляд, очень красивый оттенок. Классный, я очень довольна этой помадой. И надеюсь, что она мне подойдет. Дальше я здесь вижу такое средство от Giorgio Armani. И это у нас тональный мусс Face Fabric оттенок 02. Дальше здесь лежит вот такая вот эмульсия от бренда Sisley. Скорее всего, я неправильно произнесла. Извините меня, пожалуйста. Это так называемая экологическая эмульсия для лица. Которая стоит за 60 миллилитров 11 290 рублей. Ребята, вы представляете? 11 тысяч. Обалдеть. Что же, интересно, они туда запихнули, чтобы она столько стоила. Вот, посмотрите, я не шучу. В буклете действительно написано, что она столько стоит. Ну что ж, это средство я точно не буду убирать в дальний ящик, потому что мне уже очень интересно попробовать, что же это такая за экологическая эмульсия, которая столько стоит. Итак, у нас осталось всего несколько средств. И одно из них, которое лежит дальше, это вот такая вот салфетка от бренда Sephora. Это салфетки для снятия макияжа с кокосовым молоком. Стоят они 430 рублей за 25 штук. У нас здесь только одна в наличии. Дальше у нас здесь лежит маска от бренда Dr.Jart. Эта маска тоже является тем средством, из-за которого я вообще заказала эту коробочку. Мне очень хочется в последнее время попробовать маски от бренда Dr.Jart. И здесь как раз-таки одна такая находится. Это у нас маска Time Returning. Антивозрастная маска с муцином улитки. Она стоит 610 рублей за одну штуку. Дальше лежит еще одна масочка. И это вот такая вот масочка I'm sorry for my skin. В уклете написано то, что это тканево-гелевая маска антидепрессант. Прости меня, моя кожа. Которая стоит 310 рублей за одну штучку. На оборотной стороне маски написано то, что она успокаивает кожу, мгновенно ее восстанавливает после активных повреждений от внешней среды. И также, что она оказывает охлаждающий эффект. И последнее средство в нашем боксе это вот такой вот консилер от Kat Von D, который называется Lock It. На мой взгляд, этот консилер должен быть плотным, потому что у Kat Von D обычно довольно-таки плотные средства, которые перекрывают даже татуировку. Ну что ж, а это весь состав нашей коробочки. Он очень интересный. Как я уже сказала, я заказывала эту коробочку чисто из-за нескольких средств. Во-первых, из-за карандаша от бренда Mark Jacobs. И во-вторых, из-за маски Dr. Jart. Также мне очень понравилось, что в этой коробочке есть маска Glam Glow, которую я люблю. Но не могу сказать, что рекомендую. Она слишком дорогая. И также я очень рада вот этой вот помаде от Sephora, потому что у нее очень красивый оттенок. Я определенно хочу попробовать вот этот тоник и маску с охлаждающим эффектом. Очень хочу попробовать эту супер дорогостоящую сыворотку за 11 тысяч. И остальные средства в целом мне тоже нравятся. И я думаю, я найду им применение. А на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!